Макароны, мясной бульон, кабачки, морковка, макарошки с ручками, тут еще белок. Меня зовут Валерия. Это наша большая семья, состоящая из 20 с лишним собак и 5 кошек. В течение уже долгих лет, более 15 лет, они живут в нашем доме. Началось все с того, что у меня было очень много собак, которых необходимо было куда-то пристраивать, как-то их распределять. Я была вынуждена создать группу на Фейсбуке. Это было в 2010 году. Моя мама нервничает, когда они играют. Лиля, ты уверена, что они играют? Она была единственной и первой, кто создал группу на Фейсбуке, которая сплотила всех волонтеров, всех зоозащитников в Азербайджане. То есть до этого этой организации по Фейсбуке так масштабно не было. То есть эта группа единственная и первая группа, которая позволила спасать более продуктивнее. Да, но был момент, когда люди это воспринимали очень негативно, скажем так, высмеивали, так как считали, что зачем помогать бездомным животным, когда столько детей и старичков, вы просто, наверное, деньги собираете. Да. Здесь у меня не бывает щенков. Вот эти щенки – это подброшенная собака, уже беременная. И те рожденные щенки, их было 8 штук, они также переняли как бы от матери. Это заболевание. И фактически им уже 4 месяца, они только-только вылечились. Сразу же мы смогли четырех пристроить. Аэродинамичный пес. У него нет ничего. Нет у них хвоста, ни ушей. Ему все под корень вырезали. Не умеют они находить пропитание. Это не дикие животные. Они, да, они спасаются на мусорке, но на самом деле все собаки должны быть отловлены, стерилизованы, чипированы или прикреплены к какому-то месту постоянному, где идет отслеживание судьбы собаки. Или же помещены в приюты. Только-только открылся приют Лейлы Алиевой, идея, где нам позволяют стерилизовать бездомных животных бесплатно. Это огромный шаг. Потому что раньше собиралось очень много денег на стерилизацию только одного животного. Сейчас мы можем просто посадить в машину столько животных, сколько в нее влезет. Когда собака родила эти восемь щенков, я такая, нет, естественно отбор, они сами должны как-то выжить. Я просто буду их кормить на улице. Но произошло ЧП. Все щенки свалились в люк. В один день мы пришли с ней. Щенков нету. Мы стали искать. В общем, нашли их в люке. Начали их с очком для черепашек наших было вытаскивать этих щенят. Вытащили. Решили, что они после этого могут погибнуть. Давай мы немножечко половинку заберем на участок. Всего половинку. Остальных оставим с мамой. И вот так через каждые по несколько заходов мы забрали всех щенков восьмерых. Потому что они уже ходят, они уже бегают и мать не контролируют. Очень не хотел уже видеть раздавленных щенков на дороге. Катастрофически тяжело. Катастрофически тяжело, но у меня же нет другого выбора. Я же не могу сказать, ребята, извините, ребенок родился, идите. Ребенок спит. Был период, когда он до трех месяцев. Он вообще привык уже слышать лай собак. И он не реагировал на это. Даш, когда родился, при нем лазь собак стоит. Он дрыхнет. Все в порядке у него. У меня клевый мальчик. Он по два часа спит. Мне как раз два часа хватает для того, чтобы полностью обижать всех собак. Обслужить их. И греться домой. Это Чернуля. И она была третьей по счету у одной пенсионерки. Она ее спасла с улицы. Но на нее пожаловались очень недобрые соседи. И бабушку оштрафовали на 100 монат. Просто за то, что она содержит третью собаку в квартире. Вот так Чернуля и попала к нам. Когда они готовятся к выставкам, это бывают самые роскошные, наверное, собаки. Они превращаются из таких светлых побелоснежных, с бантиками, с красивыми ошейниками. Я им сделала самодельную крышу. Он ест самые вкусные вещи. Мясо, курицу. То есть в чистом виде. Достойная старость у него. Есть разное понятие любви к собаке. Наверное, это любовь через жалость. Мне достаточно было бы, наверное, и двух-трех собак. Но именно потому, что невозможно какие-то очень дощипательные моменты, когда им плохо, оставить их, пройти мимо. Наверное, поэтому я и обрастаю таким большим количеством собак. Доча! Место! Быстро! 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 Место! Быстро! Молодец! Бывает так, что человек не справляется со своей жалостью. Вот берет нагрузку. Ну, не знает. Это, наверное, просто любовь к собакам. Как возможно бороться с популяцией бездомных животных? Как разрешить эту проблему? Гуманно разрешить проблему – это, в первую очередь, стерилизация самок. Стерилизованная собака не даст потомство. Не даст потомство – не увеличивается популяция. Не увеличивается популяция – нет недовольства. Опять же, те животные, которые на сегодняшний день бездомные, они будут постепенно разбираться с самими людьми. У нас сейчас есть стерилизация. Только-только началась. Плоды мы ее пока не видели. Результаты работы можно будет увидеть через год. Животных никто с улиц полностью не заберет. Животные опять будут выпускаться на улицу. Но такой момент, что они будут выпускаться, и самки больше не будут давать потомство. Я тебя отдам на хорошие руки, и будешь там вылизывать всех. Вот иду. У меня щекот этот дел. Ну, как ты прыгаешь? Усю, давай. Усю, прыгай. Усю. Что ты какая? Ой, прелюдя, встрои ты себя. Начиналось все с того, что у нас было много кошек уже к моменту возникновения Ноева, Ковчега. А потом мне очень захотелось еще помогать собакам. И вот я взяла собаку первую и назвала его Ной. Он очень сильно подружился с нашими кошками. Он стал их очень любить. Кошки стали любить его. И мы придумали такое название. Раньше мы назывались Катоград. У нас были только кошки. А потом, так как появилась уже собака, и мы его назвали Ной, и стала, в общем, пришла в голову назвать наш этот проект Ноевым Ковчегом. На данный момент у нас 80, даже больше 80 животных. Большая часть это кошки, 70 их уже. А собак у нас всегда по-разному. Мы хотим, чтобы их было 10. Это как бы для нас идеальное количество. Но у нас не получается, чтобы было 10. Сейчас на данный момент их 13. Например, вот именно сегодня. Кушать пришел. Иногда бывает, что мы сами наталкиваемся на какое-то животное. Вот больное, или требующая помощь, или еще что-то, сами забираем. Иногда бывает, что нам какие-то люди узнают наши координаты, звонят. Они, например, нашли больную собаку или кошку, они приносят. Есть волонтеры, которые спасают животных, они обращаются в наш приют, чтобы мы временно могли до, например, выздоровления, чтобы вылечить собаку, подержать, вылечить, что-то откормить. Ну, еще какие-то там разные вещи. У волонтеров берем животных. То есть вот по-разному они к нам попадают. А помогают, в основном мы это все как бы само собой на своих плечах тянем. А помогают, есть волонтеры, которые очень такие, как сказать, ответственные, хорошие, они помогают. Есть просто люди со стороны которых, ну, нет вообще даже животных, но они любят животных. Они помогают как-то. Мы заботились о животных еще до того, как переехали сюда. В общем, что могли, делали. Лечили, кормили, подбирали, в общем, пристраивали. В общем, все то же самое, что и сейчас. Просто тогда как бы я была еще холостая. А когда я вышла замуж, у нас с мужем была квартира городская. Ну, в городскую квартиру мы поняли, что мы возьмем прям еще одну собачку, одну кошечку. Помогать не сможем так, как мы хотим. А мы до этого жили еще на даче. И мой муж видел, как хорошо жить на даче. Когда участок, кошки собираются на участок, можно принести собаку. В общем, совсем другие условия, чем в городе. И мы, в общем, с ним долго думали. Я, честно говоря, не хотела вначале даже ничего на эту тему говорить. Потому что мой муж, он очень любит город. Ну, сейчас уже, наверное, не очень. Он очень любил город, скажем так. Он такой городской совершенно человек, активный. Он любил городскую жизнь. Ходить куда-то, гулять, встречаться с друзьями. Очень активный. И это обрешение как бы он принял. В конце концов, он увидел, что, видимо, я как-то тихо страдаю. Он мне сказал, что давай продадим. Сколько денег, в общем, сможем получим. И что сможем на эти деньги. В общем, купим. Ну, хоть какой-то участок купим. Что-нибудь сможем построим. Чтобы ты могла, в общем, свою деятельность как-то развивать. Ну, и я тебе буду помогать, в общем, по мере своих скромных сил. Вот так мы, в общем, эту квартиру продали. Зимой. Где-то зимой же мы купили. Участок был пустой совершенно. И вот муж мой начал строить дом. Дом мы, правда, еще не до конца достроили. Но, в общем, потихонечку достраиваем. Будем ремонтировать. Но для животных здесь раздолье. Играться здесь их никто не трогает. Никто не обижает. Вот. Сколько можем мы здесь держать? Столько вот пытаемся держать. Туську? Танцевать хочешь? У меня микрофон. Я потом с тобой потанцую. Хорошо? Я с микрофоном, к сожалению, не могу. Она любит. Можно научил ее танго танцевать. Она вот так на задней лапе встает. И он ее так крутит, незнавертит. Я часто говорю, что вы посвятили жизнь. Как-то от чего-то, как будто бы отказались. Я ни от чего не отказывалась. Я как бы живу полной жизнью. Просто они сейчас моей жизни, а они моя жизнь. Я себя очень счастливой чувствую. Ясно. Я тебя растягиваю. Там-а-а. Я тебя растягиваюсь найти. Так, здесь кажется.